Приветствую, народ! Приветствую всех на своём канале. Так скажем, старинки, доброго времени суток всем. Давно меня не было, не выпускал своих видео, но выпускал видео я других лекторов. Естественно, если вы следите за моим каналом, то вы, наверное, всё-таки наблюдаете, и видео нет-нет да выходят. Почему я не выпускал свои именно видео? Да, потому что, в принципе, изучал, изучал много тем. Направлял вас на те темы, которые я, естественно, выкладываю на своём видео, просто к первоисточнику. Зачем повторять кого-то, если можно дать, послушать ту или иную лекцию того человека, которого я изучал. То, что он говорит, и те знания, которые даёт. Вот. Что хотел я вам донести в этом видео сегодняшнем? Что хочу, да? Переходим в практике. Все, наверное, уже прекрасно знают, что мы живём в неком иллюзорном мире, да? Так скажем, «Матрица» фильм это показала, что людям создали определённую иллюзию, загнали в концлагеря вот эти города, и из людей, из землян сделали, так скажем, городоидов, винтиков системы. Люди живут иллюзорной жизнью, но даже не вникая, какая же должна быть их настоящая жизнь. Ну, так скажем, последних видео, да, Сергея Лирина, которые я выкладывал на своём канале, он это прекрасно доносит. И, в принципе, здравомышленник, который человек обладает здравым рассудком и здравомыслием, у которого всё-таки есть что-то внутри человеческое, он всё-таки подумает над тем, что вещает этот человек, и всё-таки придёт и сделает правильный вывод, что действительно всё оно так и есть. Городоиды — это мы, к сожалению. Не, но те, которые проснулись, они уже понимают, что они были теми же городоидами, заложниками системы этой рабской, чужой, захватческой, инопланетным разумом определённым, которые внедрены в властные структуры, контролируют человечество, запрещаем альтернативное электричество, дешёвое топливо. Также вы, наверное, или слышали, или нет, что наши... Вот представьте, да, говорят, что у нас суверенная страна, там, туда-сюда, мы развиваемся, запад ай-ай-ай, плохой, что-то на нас гонит. Это всё игра одного актёра. Создаёт вид иллюзии. Но на самом деле, если бы у нас такая бы страна была, самодостаточная, то есть свободная. Так, с такими ресурсами мы... У нас у каждого был бы золотой унитаз, и дороги, посыпанные алмазом, которые уже аналитики, те же российские, объясняют, что запасы алмазов в России настолько много, что мы эту землю, наш шарик, могли бы купить три раза. А не уже как бы... Не говоря о том, чтобы купить ту же Америку, погасить её долг, и чтобы Америка перестала гнать на нас, да? Это значит, кому-то надо держать нас в нищете или самый богатый народ, живущий на своей земле, даёт власть имущим над собой издеваться. Не странно ли, ребята, когда проснётесь? А зачем вы покупаете западные продукты, если видите, что запад гонит на вас? Перестаньте пользоваться западными продуктами, перестаньте ходить в супермаркеты, перестаньте их бренды покупать, вестись на эту моду западную. Начните с себя, ребята. Так вот, объясняю. Чем же нас... Если Россия так говорит, что она суверенная страна, почему она запрещает технологии альтернативные в самой же нашей внутренней стране, если мы не зависим ни от кого? Значит, мы зависимы, значит, нам... Говорят, это нельзя делать, то нельзя делать. Правильно, ну понятно. Так вот, примеры, элементарные примеры. Почему мы такие бедные? Вот. Почему именно технологии за 25 лет не появилось новых? Создали уже давным-давно кулибины наши ученые, молодые ребята в Нижнем Новгороде, станцию по переработке мусора. Она в небольших размерах, но ее, естественно, при, допустим, государственной, так скажем, поддержке. Если бы это государство было бы народное, то, естественно, была бы государственная поддержка. То при государственной поддержке эти размеры увеличились до больших заводов. И вот эта установка, вот, допустим, она перерабатывает любой мусор, но она в моно-режиме работы. Допустим, пластик, если там отбирать пластик, то все кидать надо, перерабатывать. Резину какую-то там, покрышки или еще что-то. То есть, вот, только резину. Потом закончилась там, материал какой-то, да. То есть, она перерабатывает мусор в топливо. Многие уже ученые также говорили, что можно переработку мусора делать топливо, да. И той же резину сжигать, потому что это нефтепродукты, созданный продукт в результате переработки нефтепродуктов. Так вот, эта установка перерабатывает мусор в топливо. Ну, и причем, представьте себе, любой регион поставит установку, и этот регион обогащается. Вы знаете, прекрасная утилизация мусора стоит денег. Неплохих денег. Даже вывезти на свалку мусор стоит, придется заплатить. По себестоимости это топливо, которое они вырабатывают из мусора, оно стоит копейки. И утилизация, допустим, ну там, тысячу долларов, да, мусор определенное количество привезти на свалку стоит. Зачем? Брать, допустим, доллар, да, или десять долларов с КамАЗа. И производить топливо. Там производится у них чистейший дизель, чистейший спирт даже, который также можно перевести автомобили на спирт, и ездить на спирту. Более экологическое топливо. Но там и также есть высококачественный 96-й, да. Также, я так понимаю, эту машину можно настроить на то, чтобы она производила водород. Пожалуйста, переводите автомобили на водород, продавайте по всему миру двигатели эти, и также обогатится страна. Да, я уже просто сказал, если вы не хотите слезать с нефтяной иглы, вот эти паразиты социальные, да, которые сидят вверху, пожалуйста, возьмите на вооружение вот эти вот мусорки. Да? Вы можете также со всего мира, если вас в санкции ввели, так, ну, что, запретят вам возить мусор, что ли? Пожалуйста, сделайте эти заводы побольше. У вас будет со всего мира, это логическая, да, проблема сейчас. У нас между материком, то есть и азиатским, и дальневосточным берегом, и американским берегом два континента Австралии из мусора плавают. Пожалуйста. Пароходы там, не знаю, баржи везут вам мусор, утилизируя за копейки, вам платят, чтобы вы утилизировали за копейки, вы богаты становитесь. Любой регион становится мега богатый, утилизируя просто мусор через эти установки и производя топливо. Кому это запрещают? Кому это выгодно? Да государству это выгодно, тем же чиновникам это выгодно, всем выгодно, миру выгодно даже, то что мусор просто есть куда отдавать к ребятам, которые допетрили, что можно спирт делать, можно топливо делать, которое будет так же тратиться в энергоресурсы, где оно нужно. И, пожалуйста, вы богаты, никакие санкции вам не нужны. То, что вам там закрыли счета, ребята, ну, хватит паразитировать на народе. Ну, вы поработали на американцев, да, ну, так скажем, на американцев, на мировое правительство, на определенные структуры, увидели, что они вас легко держали на крючке, который тот же вентиль, да, вам перекрыли кислород, закрыли все счета, вас, так скажем, кинули, вы остались ни с чем, а вы такие думаете, а с кого же надо теперь это в убытки-то возмещать? Вы даете волю этим думам, да, которые сидят думу-думают, паразитам тем же, внедрять и налоги всякие, и обирать народ. Ну, а может, в технологии надо просто немножко затратить, в технологии, и весь со всего мира будет вам поставлять мусор на переработку, и то же топливо вы будете так же продавать, чистейшее топливо, все в взаимодействии со всем остальным миром, кто захочет, тот подтянется, кто не захочет, на их проблемы, понимаете? И себя обеспечьте полностью в стране своей, не будете зависимы от цен на нефть, там, еще что-то, а будет зависимость от мусора, а мусора много, мусора очень много, это вам совет, ребята, и не надо будет паразитировать на народе, народ вздохнет, и, как бы, и волки сыты, и овцы, не страдает, а овцы, это действительно, людей превратили в некие барашков, стадо, где есть, это единственное, наверное, животное, бараны, овцы, ну, конечно, человек его вырастил, запугал, и это работает, и это работает на людях, эта система, то есть, воспитание барашек, духа овна, внутри человека, потому что овца, это единственное, такое животное, когда он взращивается человеком, когда в стае, оно, оно не будет защищать своего, допустим, собрата, или ягненка, там, еще кого-то, прибежит, там, собака какая-то, или волк, вырвет какую-то овцу, сожрет, так скажем, публично, уничтожит, а все будут такие, хорошо не я, хорошо не я попался, хорошо не я, хотя всей массой, они могут просто уничтожить, всей массой, вот этих вот барашки, если попрут на этого волка, они его затопчут, ну, в людях, вот, то же самое созрело, созрело за 25 лет, все боятся чего-то, чего боятся, не знаю, ну, хорошо, это видео еще вам в конце, практику я вам определенную дам, которая действительно работает, и вы будете более свободны и экономить на своем бюджете большие деньги, это, так скажем, знаете, лайфхак, вот этот американский, даже дурацкая мода внедрила уничтожение русского языка, совет, ребята, русское слово совет, не лайфхак, сейчас по всем, по пятницам, по этим молодежным каналам, зомбируем друг друга, переводя состояние человека из русского, да, в латинскую, мировоззрение и мышление англо-саксонским, мышлением паразитическим, которое вивает внутри русского человека, который забывает свой русский язык, ну да ладно, это другая тема, так вот, совет я вам дам, очень шикарный, который практически, на практике вам даст пользу, так вот, о баранах, да, видео есть даже в ютубе, вы можете набрать, как овцы, да, пастух направляет в президенты, там все остальные, да, направляют людей через ограду, забор, и вот эта вся масса, и один баран пошел, и все пошли за ним, через ворота, а эксперимент делался с воротиной, но без забора, то есть ни одна овца, ни один баран, не додумался пройти не туда, куда все идут, а просто вот напрямую, вот, таких с народом, это нейропрограммирование, через зомбоящики, да, через телевизоры, внушают вам страхи, на страхе держится власть, вот, власть этих нелюдей, паразитов, психоциальных, когда ты перестаешь бояться, когда ты начинаешь самообразованием заниматься, развиваться, ты видишь врага в лицу, и ты просто перестоешь с ним взаимодействовать, ты живешь, ты берешь ответственность за себя, за свою семью, понимаете, вы становитесь ответственным за себя, научитесь быть ответственным, а вы не хотите быть ответственным, вы идете, страхуете свою жизнь, вы идете, когда страхуете автомобиль, вам уже внедрили ОСАГО, а обязательно, государственное, да, страхование, это вообще, да это моя жизнь, не дайте мне выбор, хочу ли я, там, понимаете, еще внедрено в ОСАГО, хитрость какая, то есть будешь аккуратно ездить, дается скидка там до 50%, то же самое у меня 50% скидка есть, и, ну я ОСАГО сейчас не пользуюсь, в принципе, это тоже можно, как бы, ничего страшного в этом нет, просто берешь ответственность полностью за себя, за свои действия, и ты контролируешь все, понимаете, ты контролировать начинаешь свою жизнь, с самого себя начав, с самоконтроля, тогда контроль расширяется в другие области, в других областях ты становишься профессионалом, так вот ОСАГО, да, хитрость, вот ты ездишь аккуратно, но все равно платишь каждый год, я знаю, человек, люди есть, по 10 лет ездят без аварий, но они все равно платят, зачем, да, скажем, без страховки штраф 500 рублей, без наличия страховки, забыл там документ дома там, или еще что-то, либо ты не вписан, да, если вообще нет страховки, штраф 800 рублей, а за что, за что, у нас у ДПС, скажите, у ГИБДД есть договор, что ли, с страховыми компаниями, чтобы они спрашивали с вас, а есть ли у вас страховка, по-моему, у ДПС совсем другие обязанности, по безопасности дорожного движения, но не спрашивают, а есть ли у вас страховка, это совсем другая частная организация, либо это коррупционный какой-то сговор, ребята, вот в последнее время я езжу, и меня спрашивают некоторые ДПСники, может что-то меняется, может там какая-то зачистка уже идет, потому что меня спрашивают только документы, одни вообще, ну ты на машину, и я говорю, да не, говорит, страховки не нужны, вот, я потом тоже достаю документы, допустим, говорит, да не права, дай мне посмотреть, ну все, понимаете, и страховка действительно оказывается, они не имеют права ее проверять, может ее проверять только сотрудник страхового агентства, который также должен вместе с сотрудником стоять, как допустим, сотрудник также не имеет у вас, как проверять аптечку, также должен медработник быть рядом с ним, также он не имеет права проверять, у вас есть ли наличие гипогнатушителя, и как он работает, потому что также должен быть сотрудник с ним стоять, пожарного, да, отделение, вот, представитель, так что берите ответственность за себя, перестаньте перекладывать, вот, страхование, что такое, ты боишься, в тебе есть страх, ты идешь, страхуешь свою жизнь, ты опять снимаешь себе ответственность, и полагаешь на свое раздолбайство, если в твоей жизни оно случится, на кого-то, чтобы он тебя потом возместил, ты идешь, ты перестаешь быть ответственным полностью за себя, за своих близких, за свою жизнь, за жизнь своих детей, там, семью, понимаешь, вы идете в больницу, себя ответственность снимаете, и берете на кого-то человека в белом халате, который вам там что-то говорит, угрожает, надо пить туалет, опять работает на систему химии, вас травят, какие-то болезни вам придумывают, понимаете, когда человек развивается, читает Толстого, читает Достоевского, записки именно, их, так скажем, дневники, вы начинаете мыслить, как они, вы так же становитесь, они передают знания, они обучают, как человек должен мыслить, рассуждать, аналитический ум раскрывать, выходить из этого, так скажем, стада этой матрицы городской, в ней можно жить, зная секреты, и жить свободно, никакой паразит вас не может лишнего взять, также еще, вот установили, да, платные дороги, там вам сказали, что вот дороги вам построили, да уж, пожалуйста, блин, за ресурсы наши же, естественно, да вы должны были еще давно эти дороги построить, ну, вам построили КПП, чтобы вы еще за эти дороги платили, и вы как зомби едете, ой-ой-ой, камер понавешали, вдруг сфотографируют, не заплатишь, автозак там даже поставили для угрожения, если что-то не так, вы проедете, за вами кто-то погонится, кто погонится, вас запугали, опять же, вы посмотрите, там шлагбаумы стоят, резиновые, опять же, они не имеют права, они знают это, не имеют права, что преграждать вам путь, для этого резиновый там шлагбаумы стоит, вы можете без всякой оплаты, потихоньку проехать, понимаете, этот резиновый шлагбаум, вот так по вашей крыше проскользит, там нет никаких металлических прутов, там некоторые дальнобойщики, вот так проносятся через, там потом как в тряпку превращается, есть видео в ютубе, как проехать через платные дороги бесплатно, посмотрите, там эти резиновые шлагбаумы, в тряпку превращаются, и они это прекрасно знают, то есть, когда вы подъезжаете к этому оплатному пункту, у вас висит объявление, вы, то есть, так скажем, оферты, да, заключают с вами оферты некоторые, вам предлагают заплатить, но вас не заставляют платить, вам говорят, вот, ну, заплатите, вот, написано, там даже не обязуется, вот, просто написано табличка, маленькие машины, да, легковые 100 рублей, там, большие машины столько-то, да, там, еще какая-то категория, да, там нету, ты обязан заплатить, там просто табличка, вы смотрите на эту табличку, зомбируйтесь, эта программа впадает в ваше сознание, и вы, как в зомби идете, останавливаетесь, платите, понимаете, вот, как это работает, и, нас не спрашивали, хотим ли мы, чтобы установили эти КПП платные, нас не спрашивали, они просто поставили и все, ну, и как и вы действуйте, мы поставили, а мы захотели, не захотим заплатить, там ни железных шлагбаумов, ничего они не могут, не имеют права, потому что, устанавливать, потому что, если придет смена какой-то, ну, власти, там, допустим, на более, наводящий порядок, они говорят, ну, ну, чистые, ну, никого не заставляем, люди сами едут, ну, даже вот резиновый шлагбаум, ну, всякий случай там, чтоб он проехал насквозь, и, мы здесь ни при чем, ни при чем, ребята, хотите, верьте, хотите, нет, так что, думайте, думайте своей головой, обращайте внимание, что происходит, изучайте законы, наконец-таки, разбирайтесь, где вы живете, что некая структура паразитов, да, села социальных паразитов на вас, но они предлагают вам выбор, а вы хотите платите, хотите, нет, ну, да ладно, это, так скажем, видео было, знаешь, паразитическое там, что структуры какие-то есть, там, еще что-то, да, что происходит, да, кстати, Эллада была, выпускалась, да, электрическое автомобиль, определенные люди там, знающие, выпустили, ее запретили потом выпускать, представьте, потому что там определенные аккумуляторы, не дали, ну, хорошие аккумуляторы, так скажем, и есть определенный секрет этих автомобилей, где этот секрет снимается, вот, и люди, некоторые умные, тоже развивающиеся, следят за физикой, за энергетикой, за кулибинами всякими, которые в ютубах, не кошечек собачьих, или что пожрать, смотрят, как там путешествуют, или задницы какие-нибудь разглядывают, а развиваются, знаете, раньше был техник молодежи журнал, вот, его скупили японцы, и теперь нам продают все то, что наши умы в этой технике молодежи описывали, то есть, они взяли все наши идеи, и все гаджеты теперь, и планшеты, и все это, это все наше, может так сказать, просто России нельзя было это делать, потому что, понятное дело, да, кто пришел к власти и уничтожил нашу вообще страну, ну ладно, как бы нас, а мы крепчаем, молодцы, да, есть такие люди, говорят, которые, что это наши учителя, хорошие учителя, а кто боится, кто уезжает из страны, проявили слабую волю, и куется на Руси характер, и сила воли духа человека, именно человека, землянина, ну вот, так что, в этом секрет автомобиля, определенно, так скажем, мужичок снимается, и, ну там доработка такая, и этот автомобиль превращается, о чудо, в мега автомобиль, он выглядит так, я так же, там ничего сложного, ее можно разобрать полностью, и это оборудование, то есть, собрать, допустим, разобрать тоже приору, да, или ларгус, ну любой вам симпатичный автомобиль, если вам не нравится, с колен, и это все оборудование, собрать, в другом автомобиле, в той же иномарке, так вот, снимается определенная доработка, там же учетчик, там еще что-то доработка, вот, и, люди, кто успел приобрести, а, по-моему, 50 штук продали, и потом запретили продавать, вот я тоже удивился, почему запретили, как, зачем, ну, потому что люди, вот, развиты, они от этого, вот, жучечек сняли, и машина стала, ездить, три тысячи километров, то есть, вы можете, в любое путешествие, там, на море, два раза, да, съездить, туда-обратно, на машине, за тысячу километров, еще тысяча, сверху, останется, ну, без разницы, ладно, это, примеры дурацкие, три, факт в том, что, три тысячи километров, понимаете, три тысячи километров, ездить на одной зарядке, и, также, заряжается, она очень быстро, доработка, при доработке, за полчаса, за полчаса, к любой розетке, там, преобразователь, специальный, да, который, ток увеличивает, дела, просто, если нет, розетки, у вас, припаркованного, у вас дома, взяли, купили, переноску, там, или провод, зачем покупать, я вообще не понимаю, переноску на 100 метров, которая стоит тысячи, или сколько там рублей, с ума сойти, там, по три тысячи переноски, давай, взяли, купили, и пошли, где кабеля продают, купили этот кабель, там, не знаю, метр, вообще копейки стоит, в розетку, вилку, отвертку, все скрутили, у вас на 50 метров, переноска, пожалуйста, зачем такой рассочитель, это тоже, опять же, мозг, если есть в человеке, он не будет, кормить кого-то, который делает, там, переноски, в ярких, красивых проводах, яркие, балочки, за полторы тысячи, там, пятьдесят, или сколько метров, ужас какой-то, и просто берешь, делаешь, переноску, выносишь, люди, вынесли, там, у себя, запитали, это я все подвожу, к тому совету, и к той хитрости, которую я, в конце видео, вам скажу, запитали у себя дома, и запитали в свой автомобиль, и через полчаса, она опять готова, нестись, на три тысячи километров, скажите, растрата, там, сколько она, газ, да, это автомобиль, который позволяет вам, спокойно набрать, без всякого ускорения, 100 километров в час, спокойно ехать, без всяких, там, перегазовок, рывков, да, у нее нет, у нее 18 секунд потребления, за 18 секунд, она разгоняется, до 100 километров в час, ну, куда, это вам, просто, вашу, пятую точку, хотя, называется, первая точка, переместить, ваше тело, из одного, пункта, в другой, пункт, губы, и люди, кто, документал это, просто взял на вооружение, и теперь, там, заявил, заявка была, завода, по-моему, 150 километров, на зарядке, вот, просто блок, блоки определенные, стоят электрические, ручки, понимаете, можно любую батарею, усовершенствовать, можно любой смартфон, также усовершенствовать, чтобы у вас, не сутки, всего лишь, было потребление, заряд батареи, всего лишь, на сутки, не хватало, а, там, на месяц, все это можно делать, так вот, подходим, к завершению этого видео, рассказал я, да, вам, о технологиях, которые не пускают, в полный масштаб, реализации, потому что паразиты, которые сидят на нефтяной игле, это не выгодно, хотя, в принципе, перерабатывать мусор, это вообще идеально, мусора, вон, свалка полна, вот, и заключение, что скажу, а, да, еще, водород, водородные двигатели есть, спокойно, люди ездят на 200 грамм воды, 100 километров, любая вода, хоть из-под лужины, заливаешь, бачок ставят, там установку делают, кто-то по схемам, которые еще раньше, кто-то выложил эти схемы, и, слава богу, воспользовались, некоторые сделали себе, успели автомобиль по этим схемам, из определенных материалов, просто, к двигателю, какая-то, такая установочка, устанавливается, там, преобразователь, насосик ставится, он генерирует это, из воды идет реакция, в газ, расщепление идет, газы, водорода, и, водород просто идет, с подачей воздуха, у камеры сгорания, идет, сжигание его, и, у кого-то, допустим, 90 лошадей, про триор, переводили, и, 198, до обычных, 150, выходила, мощность автомобиля, 200 грамм на 100 миллилитров, на 100 километров, 200 грамм воды, любой воды, хоть и спорную, так вот, есть все эти технологии, давно бы наша страна была бы, самая лидирующая, в этих технологиях, если бы дали зеленый свет, и, весь бы мир, мы бы, у нас бы покупал бы, эти автомобили, мы бы самые богатые были бы, все хорошо жили, и о пенсии даже, не задумывались, если бы, в народе у нас, власть пришел, именно из народа человек, вот, потому что, в своей семье, ты гадить не позволишь, да, вот, так и, у нас большая страна, народы, и это получается, большая семья, так вот, и вот, подходим к завершению, и, к моему, так скажем, совету вам, хотите, меньше платить за электричество, открываю вам секрет, все знают, наверное, да, сколько там, по 4 тысячи, зависит, сколько людей прописано, по 4, по 7 даже тысяч, платят за электричество, люди, вот, чебосяки, так что, берем на вооружение, люди, даже некоторые, почему-то, раньше не задумались, об этом, но это все очень просто, берем преобразователь, из 12 вольт, в 220 вольт, это автомобильный преобразователь, который, вы можете на природу выехать, из аккумулятора запитать, и включить, допустим, чайник, либо там, холодильник мини, там, с собой взяли, да, так вот, находим кабель, который входит, в квартиру, ну, раз штрабили, достали кабель, вы, естественно, выключили, подачу света, разрезали его, установили розеточку, на этот кабель, который, входящий, на исходящий, входящий, дальше, который идет, цепь идет, по квартире, этот кабель, устанавливаем, хорошую вилку, мощную, вот, покупаем этот преобразователь, покупаем, блок питания, на 12 вольт, включаем, блок питания, в розеточку, который идет из щитка, подключаем проводами, преобразователь, 12 вольт идет, в преобразователь, включаем его, на выходе 220, есть, трехкиловаттники, которые вам, вот так хватит, на обеспечение всей квартиры, на однокомнатную квартиру, если даже один человек, трехкомнатный, прописан, где-то, 35 рублей в месяц, платит, за электричество, ну, если четверо вас, ну, сами понимаете, сколько, ну, берете, 140 рублей платите, ну, и что, на 150, ну, это не 4, не 3, не 2, не 7 тысяч, цена вопроса, этого аппарата, хорошего, 8,5 тысяч, это 2 месяца, и окупация, окупается, этот ваш аппарат, ничего, сверхъестественного нету, гарантия на него, есть год, без проблем, он работает, там просто, это, это просто мини электростанция, понимаете, это просто трансформатор, там как защита стоят, кто-то там скажет, погорит или еще что-то там, да, ничего страшного не может случиться, у него как там входящие стоят, без, предохранители, предохраняющие от всякого, вот сбирали он там, и как исходящие, то есть напруга, когда идет, начинают там, три мощных каких-то там, кондиционер, да, включается, микроволновка там, и чайник, это прямо 3 киловатта, есть предупреждение, он начинает пищать, напруга идет, все, один что-то выключается, все, такой человек будет сумасшедший, что ли, всю эту мощность включать, зачем? По отдельности, чтобы не было нагрузки на аппарат, если эта мощность идет, да, и человек забыл, не слышит это пищание, там просто, бам, выключается свет, перегорает предохранитель, там стоит с этой стороны четыре предохранителя, и с этой стороны четыре стороны, то есть на входящий и на исходящий нагрузку, синус, нужен чистый синус, чистого синуса, покупаете аппарат, чтобы он ровно, ровно 50 Гц держал, потому что, если вы грязный синус купите, у вас могут погореть ноутбуки, где вот блок питания есть, в этих, в электроприборах, они погорят, цена вопроса этого предохранителя копейки, это автомобильный предохранитель, на сколько, на 20 ампер, не помню, 35 ампер, вот, заменяйте этот предохранитель и все, дальше аппарат работает, так что, берите на вооружение, это практика, мощная практика, которая облегчит вам жизнь употребление электричества, ну, дальнейшие будут определенные тоже советы давать, как проще улаживать жизнь, теми или иными способами, как можно не платить за ШКХ, это тоже интересный вопрос, ну, все, давайте, удачи вам, практикуйте, берите эти знания на вооружение, изучайте, развивайтесь, за моими выпусками, ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось, так, знаете, как по привычке, пописывайтесь на мой канал, делитесь моим видео, и ставьте колокольчик, не забывайте, потому что это напоминание на ваш смартфон приходит напоминание, что вышло какое-то видео, полезное для вас, ничего бесполезного я в своих канале не выкладываю, смотрите, пересматривайте все мои видео, также оздоравливайтесь, также, в принципе, я вам уже передал все свои знания, здоровье человека, не бойтесь, переходите на фрукты, овощи, и исцелите себя сами, берите уже ответственность за себя, свои руки, не возлагайте свою жизнь на какого-то дядю, чтобы он там позаботился о вас, вы должны себе прежде всего заботиться, и брать на вооружение те или иные советы, способы, чтобы, как скажем, облегчить свою жизнь, эти технологии не запретны, законом не запрещены, хотя могут там, если много люди будут ставить, представьте, государство, эти паразиты, видите, что сколько мало за электричество люди стали платить, почему-то, кто-то выяснит, почему, да, ну, понятное дело, конвертер стоит, скажет, там, начнут в ролик своих новостных, что, вот, горят квартиры, там, ну, заказуху прислать, просто тупо, чтобы люди боялись, и не приобретали себе свободу, так скажем, да, этих конвертеры, чтобы, о, ты че, там, по телевизору сказали, что это небезопасно, я уже объяснил, там, ничего, предохранители все стоят. Все, до скорых встреч, здоровья, любви вам, хорошего дня, улыбок и счастья. Будьте одним целым, делитесь информацией друг с другом, поддерживайте, когда мы едины, мы непобедимы. До скорых встреч.